всем привет хочу сильно хочу поделиться своими впечатлениями о современном хай фай собственно я уже человек пожилой пенсионер которому природа подарила любовь к музыке и сколько себя помню я всегда слушал музыку дома у меня был доступ свежий свежим записям вот и практически всю жизнь строил себе системы начиналось с моно конечно потом уже советское время стерео а позже даже переболел аудиофилией но так случилось да ну в общем то получается систему все-таки я построил себя ну там из нескольких компонентов несколько усилителей присутствует дома и у колонки присутствуют дома а то случилась печалька мой любимый компакт диспроигрыватель который прослужил мне больше двадцати лет устал устал работать а коллекция собралась дисков много конечно могу послушать и винил и кассеты но винил все-таки расходный материал и надо его беречь вот и не все есть все записи на виниле а вот компакт дисков много собралось и вот слушать не могу недалеко от меня где живу весь хай фай салон и решила его навестить узнать чем живет хоть современный хай фай до меня приняли ребята любезно предоставили возможность послушать современную системку из коробки выставили поставили и оставили меня наедине ну что ж настроился я на прослушку расправил уши вот и поставил своих ну знакомый давно не знакомую запись не очень простую с широким динамическим диапазоном вам покажу даже диск какой я поставил я люблю трубачей сам учился игры на трубе играл на трубе какое-то время вот и включил эту запись я своим ушам не поверил откуда в таких маленьких колоночках столько баса в таком большом помещении даже не поленился обошел посмотрел да есть сзади порт фазоинвертера но он какой-то интересный с какими-то рассеивателями ладно оставим это дело на потом ну начал прослушивать запись и слышу нет барабанной установки мне показалось это странным я поставил другую запись с барабанами опять нет барабана установки вроде бас есть и середина есть а барабанов нет как будто они за забором где-то стало подозрительно откуда же кто же виновен в такой аномалии рядом тут стоит я смотрю бурмистр предварительный усилитель усилитель мощности компакт диспроигрыватель спросил ребят подключили потому что сложно было переключение в общем я расскажу позже подключили бурмистр все барабаны появились и бас ну звук в общем-то более прохладный ну колонки отреагировали на это подключение звук более прохладный аналитичный но мне не очень это нравится я это проходил мне это не мое и да а что же я вам не рассказал то что меня предложили послушать до колоночки полочные от полк аудио модель арк 200 вот а в качестве источника мне предложили послушать мини-систему аденон под названием seol номер 11 что это за коробочка весом она наверно с коробочку с обувью с летней вот там есть компакт диск проигрыватель там есть тюнер а м ф м даже даб и там есть усилитель кроме того он еще и стример у него вход есть и юсб с рнет и черти знает что я даже не знаю слов таких в общем уникальная штукенция вот хорошо продолжаем слушать продолжаем слушать да но и в после того что я услышал уже пора было выйти на перекур вышел на перекур проанализировать вот где-то прошло после моего визита часа полтора после перекура я включаю вы знаете барабаны появляются звукоизвлечение контрабаса совершенно другое правильное настоящее и вообще все за за полтора два часа все звучание изменилось видимо прогрев дает о себе знать ладно думаю послушаю еще записи как он справляется допустим эти малыши с низкочастотным диапазоном есть вот у меня такая запись эмили саймон так вот на 4 композиции там записан такой глубокий бас не всякая система его покажет вы знаете эти малыши прекрасно отыграли да по уровням немножко тише чем более высокие частоты низкочастотные частоты вот ну а он был он был дальше больше давай я слушать еще музыку разную всякую что могу сказать к средним частотам придраться невозможно может быть если прислушаться острый слух услышит может быть чуть-чуть недостачи эмоций в голосах но это я сравню со своей системой ну там на так на ламповый усилитель и рупорная акустика вот ну совсем чуть-чуть это надо иметь тренированный слух в общем картина очень классная вот стерео база великолепная глубина сцены присутствует в че вы знаете они они реагируют если тарелой по тарелочкам нежно играют они нежно передают если бьют так они бьют это все отрабатывается прекрасно этими колоночками вот должен сказать что у меня это второй визит уже сюда потому что не спал плохо спал после первой прослушки и картина совсем другая после прогрева картина совсем другая ну все 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 работает великолепно вы знаете даже подумывал может и себе такое притащить у меня просто домой уже не пустят потому что несколько пар колонок усилители мне очень понравилось как это все играет по поводу локализации прекрасная всю жизнь слушал и запали номер два всю жизнь и никогда не замечал что на композиции волна лоталав план поет ближе к правой колонке я дома проверил таки да но я никогда не обращал это внимание эта система показала это сразу я думал может запись плохая может я не там сижу когда на второй композиции все стало на места все по себе посерединке видимо задумка такая была звукорежиссера поставить план то ближе к правой колонке вот такое наблюдение и еще один момент очень важный момент классическая музыка у меня никогда не играла классическая музыка дома не на какую не на широкополосниках не на двух полосках не на рупорах не с какими усилительными но не играет она у меня дома и все или размещение акустики мне не позволяет так поставить эта же система вот я поставил всего лишь навсего берлиоза фантастическую симфонию вы знаете оторваться не мог я не мог просто уйти настолько классно ну есть подозрение что вот именно расстановка да как они колоночки показывают все события музыкальное где-то на линии колонок вот но масса масса информации идет из-за из-за колонками а дома у меня это все получается подается вперед может быть такой эффект как в зале скажем сидеть перед ямой или немножко чуть дальше чтобы видеть полную картину музыкального события со всеми инструментами не знаю как объяснить классика у меня дома не играет здесь же она просто поразила а очень важно сказать о цене вот эта вся системка я вам должен сказать значит колоночки как мне сказали меньше 700 долларов а этот чудо мус центр мини система стоит меньше тысячи долларов представьте себе мой компакт диск проигрыватель в 90-е годы стоил почти вдвое дороже чем вся эта система сегодня вот так вот до усилитель этот устроенную в классе d я не знаю что класс d я догадываюсь я слышал и я никогда не слышал за мой первый подход классу d вы знаете за уважал насколько ушли вперед технологии вот а я последнее время последние пять-шесть лет как-то так затих стал монахом посиживал подслушивал дома музыка и не стал что вот настолько ушел прогресс в производстве хай-фай компонентов вперед мне стало грустно немножко да но скажу больше я даже пытаюсь найти подобный дэнончик себе ну просто компакт диск проигрыватель на замену моего вот мне очень понравился как он подает музыку я не знаю какие там цапы стоят я за этим давно не слежу вот но мне понравилось серьезно понравилось к сожалению у него подключение кабеля только терминалы стоят пружинные ну и не все можно подключить вот поэтому ребята подключили какой-то лапшичкой я даже не изучал что там за лапшичка но и при всем при этом звук очень серьезный поэтому рекомендую очень рекомендую тот кто в поиске послушайте и даже тех кто уже опытные тоже придите послушайте и даже мне было бы интересно послушать с кем-нибудь из опытных вместе я живу тут рядом вот просто сравнить впечатление очень рекомендую собственно вот спасибо на теперь уважаемые предлагаю немножко послушайте эту уникальную систему вот конечно оборудование не передаст звучание истинное звучание просто нужно прийти и послушать попробуйте что-то не получается что-то не получается и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот как-то так. Конечно, это все не передает. Рекомендую все-таки прийти и послушать. Кому интересно, кому не интересно, кто ищет, кто даже опытен. Очень рекомендую. Спасибо! Спасибо!